Недвижимость хороший инструмент инвестиций и его отрицать нельзя, потому что это инвестиция с низкой ликвидностью, то есть быстро продать ее нельзя. Недвижимость это не спекулятивный инструмент, то есть когда происходил рост цены, бум был на недвижимость, люди покупали на котловане, дожидались ввода в эксплуатацию, продавали, на этом зарабатывали. А сейчас при снижении покупательной способности быстро продать квартиру тяжело. Соответственно, если человек прогнозирует сохранение собственных денег и условно переоценить инфляцию, изменение курса и прочее, но на длинном промежутке недвижимость хороший инструмент. А если это быстро что-то сделать, классически всегда существовала валюта, золото, те инструменты, которые были привязаны к курсу иностранной валюты. Сейчас с инструментами классическими, типа доллар, евро, в России крайне сложно, потому что есть загородительные тарифы внутри банков, есть ограничения внешние на то, что мы можем продавать валюту. Инфраструктурные ограничения за счет того, что огромное количество банков отключены и от свифта, и корреспондирующие счета в валюте закрыты, то есть для некоторых банков валюта вообще недоступна. Валюта дружественных стран и так называемая мягкая валюта типа юаня, рупи. Банки сейчас предлагают эту юань, он, курс устанавливается центральным банком, он не рыночный. То есть центральный банк может для своих внутренних нужд как понизить курс, так и повысить курс валюты. То есть у них есть коридор, в рамках которого центральный банк устанавливает этот курс. И, соответственно, здесь можно, с одной стороны, девальвационные какие-то процессы внутри России пересидеть, но при этом за счет того же решения центрального банка Китая не получить той разницы, как с долларом это можно. Плюс, беря на себя риск, покупая доллара на сегодня и прочее, инвестировать его внутри России практически невозможно. Для населения купить инструменты в долларах, то есть депозитов в долларах нет, каких-то биржевых инструментов в долларах практически не существует. Поэтому, если люди привыкли к валюте, то, наверное, это на сегодня юань, как самый большой объем, который предлагается на сегодня внутри страны, потому что у нас товарооборот с Китаем растет, выручка и юань у нас накапливается. Центральный банк достаточно большое количество резервов держит в юанях, и он может предлагать его на рынке. То есть его можно купить спокойно с Тенге, с казахскими, и тут все сложнее, потому что они тоже меняют законодательство. Казахстан пытается и соблюсти санкции, но при этом сохранить дружбу. Поэтому тут такой вопрос. Он незащитный, скорее всего, инструмент. Варианты с индийским рупи, та же самая история, то есть у него может случиться такой момент, что вы, купив рупи, не сможете его никому продать, потому что он не очень кому-то нужен. Если у нас будет расти товарооборот с Индией, если рупи будет востребован, допустим, юридическими лицами и прочим, будет спрос на них. Пока есть предложение. Мы продаем очень много Индии с товара, как государство наше, получаем выручку в рупи, а вот купить у них пока мы немного покупаем. А вкладов в юане в России еще не появилось? Почему есть? Да. Ну, там ставка не очень большая. Либо осваивать крипту, да? Чтобы все-таки иметь дело с долларом, но... Криптовалюта – это не фиатные деньги, это же история того, сколько там внутри денег. Это первое. Второе. На сегодняшний день достаточно активно развивается законодательная база регулирования. А как только туда приходят регуляторы, мы видим о том, что некоторые нас отключают, вводят санкции, биржи соблюдают эти санкции, потому что они попадают под регулятора. Тут риски. Ну и история там волатильности, когда все ждали биткоин по 100 тысяч долларов, он вдруг оказался 10, потом все ждали его по 30, он 30 сделал и тут же до 10 упал. Это очень рисковый инструмент по причине того, что этим надо, во-первых, за этим курсом следить, это надо все время отслеживать и осознавать тот риск, который есть. При такой волатильности, когда он может в разы упасть, вы можете утром проснуться богатым, а на следующее утро очень бедным. С золотом такая же история. Во-первых, золото, наверное, на сегодняшний день на исторических максимумах по цене находится, потому что это был всегда защитный инструмент для центральных банков. При всем при этом золото – это биржевой инструмент. Он не является средством обеспечения какой-то национальной валюты, это просто инструмент, который торгуется. Опять-таки, если вы планируете в какой-то долгий промежуток времени иметь золото, это будет защищать вас. То есть золото оценивается в валюте, у него есть биржевой курс, но там не будет каких-то резких изменений в цене. То есть, чтобы люди, точнее не люди, а центральные банки входили в золото, должны появляться риски инфраструктурные. Сейчас доходность американских ценных бумаг растет. Центральные банки из золота перекладываются в инструменты, которые имеют высшую категорию защиты. Хотя рейтинги в агентстве снизили рейтинги Америки, там тоже происходят определенные движения. Но это все равно наиболее высоко оцененные с точки зрения рейтингов инструменты. Поэтому перекладываются туда, потому что там доходность выше. Если вам нужны спекулятивные какие-то истории, ну, наверное, это криптовалюта, которая позволяет получить высокие движения внутри. Если вам нужны консервативные инструменты с точки зрения инвестора, рынок ценных бумаг. Как показывает мировая практика, с каким-то отставанием, но всегда стоимость крупных активов, таких там, не знаю, крупные государственные компании, они в любом случае потом с отставанием переоцениваются на все инфляционные вещи, которые происходили со страной. Но это может быть там с задержкой, но они в любом случае по курсу вот эти вещи инфляционные, они сохраняют.